Добрый день дорогие подписчики и гости канала. Рада приветствовать вас у себя в гостях. Вы на канале 5 соток. И сегодня я вам хочу рассказать про свою тую. Эту тую я сеяла 5 января 2024 года. Кто давно на моем канале, они видели этот процесс. Весной я показывала как выглядит моя туя. Спустя 5 месяцев после посева вы можете найти это видео и посмотреть. Оно есть на канале. Сейчас моей туя уже 8 месяцев и посмотрите у нее начали вырастать настоящие листочки. Вот эти листочки уже похожи на листья туи, веточки туи. И я планирую сегодня ее пересадить, точнее распекировать. Здесь у меня растет 5 туй. Я подготовила 5 горшочков с землей. Как я уже рассказывала в одном из своих влоговых видео, тую я оставлю зимовать дома, так как она еще очень маленькая. И я думаю, что на улице она скорее всего погибнет. Зима у нас суровая, холодная. И я боюсь, что она мне зиму просто не переживет. Так, давайте посмотрим, какие же у туи наросли корешочки. Вот, кстати, когда так смотрю, в принципе корни есть, но не сказать, что бы прям очень большая корневая у нее система. Ну, хотя в питомниках, когда мы покупаем туи, то тоже там туя большая, а горшочек у нее совсем небольшой. Вот, посмотрите, какие корешки. Пересаживать нужно пикировать очень аккуратно, осторожно. Туя не любит пересадку. Вот это, кстати, единственная туйка, которая не распушилась. Все остальные опустили уже боковые побеги и уже нарастили настоящие листочки. Вот это у меня одна осталась такая малюточка, самая маленькая. В прошлый раз, когда я выращивала туи из семян, после пикировки мои туи почему-то решили погибнуть. Вот, видите, с корешком оставляю. Нужно, чтобы у каждой туи сохранились у нас корешки максимально. Конечно, тут очень плотная посадка. Вот, но я надеюсь, что все получится у меня тут разделить аккуратно. Так, сейчас будем разделять корешки. Так, вот, аккуратненько так вот их делим. Так, это еще одна туя. Так, вот, значит, пять штучек у нас получилась. Вот такая хорошая корневая система. Видите, длинные корешочки такие. Вот, и сам кустик очень пушистенький. Так, сейчас я буду проливать воду в горшочках. Нужно хорошенечко пролить. Чтобы весь грунт у нас был влажным. Теперь я беру горшочки. Делаю вот такое углубление пальчиком прямо. Вот, и начну с самой маленькой туйки. Вот так вот она у меня выглядит. В принципе, у нее тоже неплохие корешки. Вот, и буду заглублять ровно до того места, как она у меня и росла. Будем это считать идеальной высотой заглубления. Так, вот так вот обсыпаю землей по краям. Немножечко уплотняю грунт. Все, и отставляю тую в сторону. Одна туйка у меня распекирована. Точно так же поступаю с всеми остальными. Здесь уже у меня корневая система побольше. Вот такие длинные корешочки тут. И мне нужно углубление в горшочках тоже делать побольше. Вот так вот прямо делаю ямку. И располагаю в центре ямки свою тую. Чтобы все корешочки оказались у нас в ямке, не снаружи. Так, таким образом я буду поступать с каждой туей. Буду пересаживать и аккуратненько присыпать грунтом. Внутри я чувствую, что земля не до конца пропиталась водой. Поэтому, посмотрите, какая замечательная корневая. Поэтому после того, как посажу, еще раз пролью водичкой. Так, ну и последняя туйка у меня. Так, ну и последняя туйка. Так, и теперь я еще раз сверху проливаю все святойки водичкой, чтобы грунт полностью пропитать влагой. Отверстия у меня в горшочках очень большие, так что вся лишняя влага сразу же вытечет. Все, туйки распекированы. Пока что я их поставила вот на эту грядку, где у меня растет смородина, стоит герань и высажена земляника. Также сюда же я высадила многолетнюю герань и буквицу. Планирую оставить туй до первых морозов, чтобы растение закалялось. Кто уже выращивал туй из семян, обязательно напишите мне в комментариях, правильно я хочу сделать или нет. Может быть, они еще недостаточно большие, чтобы оставлять их на морозе, и нужно пораньше унести их домой. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Для новых подписчиков напоминаю, что теперь основной канал у меня находится на Дзен, и называется он Ирина Пять Соток. Жду всех в гости. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Продолжение следует...